итак подготовительные мероприятия мы сделали что теперь теперь мы берем 26 проволочку складываем пополам клеек и наматываем заготовочку ватной абсолютно разный может быть размер заготовки это зависит от того какого размера вы хотите сделать свои хлопочки эти коробочки хлопков хотите может быть совсем миниатюрные значит миниатюрные хотите там крупные можно крупные поэтому вот я сейчас делаю средний такой более менее и наматываю по принципу как мы наматываем на бутончики роз ничего нового единственное что конечно стараться надо сделать его таким как-то продолговатым с плоским носиком так скажем но для этого я сверху ставлю пальчик сверху и вот этими двумя пальчиками формирую такую делаю как бы формочку для того чтобы вверх закруглился потом переворачиваю снизу и уже снизу вот пальчики мы вкладываем так и поддерживал делаем и еще один нюанс я делаю это очень такие пушистые не жесткие если например мы для роз сделаем мы стараемся такой плотненький плотненькую заготовочку здесь она у меня практически воздушная то есть я вот ее практически не можно еще немножечко добавить вот у меня будет примерно такого размера я вам сейчас скажу что размер будет это будет размер ориентировочно 3 сантиметра на 3 сантиметра естественно что он более-менее круглый 3 у меня уже сделано 4 я сделала здесь у нас стоит вопрос что что за иголки такие это для иглы для валяния это щип его вот такую на глаз скажем так такой кусочек ну вот если средняя рука в принципе вот так на ручке и разравниваю такую руках чтобы она у нас как-то более-менее бумаг однородная иголочкой приваливаю такой диаметр один сантиметр оторвала и теперь стараюсь делаю полосочку в одну сторону и теперь иду по часовой стрелке каждый раз немножечко вот так как бы присобирая шерстку следующую присобрала сделаю такое гнездо еще присобрала еще присобрала еще присобрала вот у нас уже получился такой как гнездышко надо конечно посмотреть чтобы не было прогалено каких-то сильных и вот толстенькая привалять побольше где там расходится какой-то выемочка есть тоже привалять соединить таким образом теперь что мы делаем теперь мы берем наш заготовочку и вставляем в эту шапочку соединяем с этой стороны приваливаем здесь уже почему нам надо было чтобы у нас заготовочка была такая пушистая потому что теперь иголочка в вату хорошо проходит если бы она была набитая то мы бы тут бы уже плечок я пробовала не получается если плотно не прополучало но и так не сильно то собственно вот этот приваливаем прямо как бы в вату вот здесь сильно торчит тоже можно иголочкой можно кстати меньше какую теперь иголочку взять основание теперь еще тоже перед лосточка собирается хорошенечко держится где-то я вижу торчит я назад его отдавливаем и хорошо туда заходит все получается вот такой шарик у нас вот теперь у нас получилось 4 шарика вот 4 полосочка кожи так что мы теперь делаем открываем хардбик берем наши 4 и собираем вот где-то буквально 5 миллиметров снизу проклеиваем ноги собой чтобы они покрытым склеились 1 2 3 и четвертый потерялся 4 так поклоняем чтобы они получились вот так серединки должны проклеиться можно конечно немножечко даже подождать чтобы но как следует там проклеилась проклеить не клюек и теперь промазываем слева справа слегка подставляем наш шарик слева справа подставляем шарик тяжело представить свою жизнь без хлопка мне кажется даже невозможно потому что вся одежда практически у нас хлопковая так берем сразу полоску для обмоточки стебелечка нашего прокручиваем и это у нас есть мы в данном случае будем делать у нас вот такой есть одинарный вы знаете хлопок растет он таким длинным длинный и на нем с разных сторон идут эти хлопки проворачиваем значит мы здесь первые у нас центральные из пяти так как он из пятен будет верхней он был у нас здесь сейчас вам скажу мы обвели 7 сантиметров а здесь мы обобьем обвиваем 9 сантиметров и выкидываем нашу ленточку нам хватит отрезаем 9 сантиметр нашей лентой кожаной с левой стороны постараемся так вот заузить немножечко срезать хотя кожа нас тонкая немножечко срезаем чтобы утончить шовчик так и теперь промазываем клеем хардик обвиваем нашу ножку клейка достаточно количество нужно нам использовать почему потому что все-таки это плотная это не тонкая ткань которая может пропустить до самого него пропустила промазываем клейком наши листики и в абсолютно абсолютно произвольно накладываем их вот так вот как бы на три части света я чуть-чуть накладываем их на ножку здесь поджимаю потом может быть здесь то еще зомнём таким образом и теперь обвиваем все это нашей ленточкой сначала одну сторону закручиваем поджимаем навстречу так заворачиваем можно немножко лишнего срезать если вы видите что сильно толсто получается можно срезать можно не срезать и вернуть вот так теперь можно здесь промазать повыше сложить уже здесь как-то декоративно декоративно проклеить таким образом это больше где то меньше значит это 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 Продолжение следует...